Конечно, следим за событиями вокруг нашего коллеги, журналиста издания «Инсайдер», признанного иностранным агентом, Романа Доброхотова, сегодня, это главный редактор этого издания, сегодня к нему пришли с обыском. К сожалению, информации, за которой мы следим, как я сейчас громко сказал, ее не так много, ее нет, по сути. Мы знаем, что обыск есть, мы знаем, что туда выехал адвокат, мы знаем, что туда выехали коллеги, и наши коллеги, журналисты Дождя, тоже. Но более мы не знаем ничего. А, еще мы знаем, что обыск проводится, судя по всему, в рамках уголовного дела о клевете, которое было возбуждено из-за заявлений нидерландского журналиста, о связях которого с российской Минобороны ГРУ писал тот самый «Инсайдер». Все, больше нам неизвестно ничего, связи с Романом Доброхотовым нет. И поэтому мы ждем, но пытаемся получать какие-то комментарии. Вот сейчас связываемся с Христо Грозевым, журналистом «Беллинкет». А «Беллинкет», напомню, тесно сотрудничает с «Инсайдером». Они вместе выпускают расследования, и в частности, они вместе выпустили серию расследований, и в сотрудничестве с другими изданиями тоже, посвященном попытке... Ну, не попытке, посвященном отравлению Алексея Навального. Сейчас, Христо Грозев, в прямом эфире «Дождя». Христо, приветствуем вас. Может быть, у вас есть какая-то информация о том, что происходит сейчас вдруг? Нет, нет информации, кроме того, что публично видно. Я разговаривал с Романом вчера вечером. Все было по плану. Он собирался вылетать сегодня для серии путешествий в разных странах, которые бы закончили через несколько дней встречу со мной, и чтобы они работали по нескольким новым расследованиям. И он ничего не ожидал. Он был абсолютно готов сегодня вылететь. Именно по работе, а не за то, чтобы покинуть страну, как многие думали. Вот можете, раз уж вы об этом заговорили, не могу вас не спросить. Я сейчас вижу в комментариях многих, кто обсуждает в социальных сетях, например, обыски у Романа Доброхотова, удивление, что он находился в Российской Федерации. Что человек, который принимал участие в расследованиях на столь чувствительные темы, мягко скажем, оставался в Москве, оставался в России. Обсуждали ли вы это с Романом, вопрос безопасности? Конечно, обсуждал. Но разве это не абсурд, что мы обсуждаем, почему человек, который живет в Москве, который всю жизнь проживет в России, посвятил свою жизнь публицистике, политике до этого, у которого семья живет в России, и почему он должен находиться в России? Ну, согласитесь, я вас перебью, прошу прощения, разве не абсурд, что мы с вами неоднократно в эфире телеканала Дорси обсуждали, что сотрудники ФСБ могут стоять за отравлением главного оппозиционера? Кажется, этот абсурд уже становится жизнью. Да, но я к тому, что я задавал этот вопрос несколько раз ему, и каждый раз чувствовал себя как-то странно, что я задаю этот вопрос. Это мне казалось обидно, что я задам этот вопрос. Честно говоря, он не рассматривал вариант постоянного выезда из страны, но каждый раз, когда я имел возможность, его приглашал, чтобы поработать со мной на какое-то время или с нами. И, честно говоря, для меня это был какой-то период безопасности для него. Он не был готов, он считал, что делает все абсолютно по закону, что нет никакого нарушения с его стороны, никаких грязейских законов, и считал, что будет уже слишком нагло, если его примут. Ну, видимо, мы понимаем, что нет такой границы. Простите, но что значит слишком нагло? Только что мы наблюдали большую историю с проектом, с Романом Баданиным, его замом Михаилом Рубиным, до этого была история с Романом Аниным и важными историями, которые разворачиваются, но в смысле слишком нагло. Очевидно, что все это уже происходило, и ровно на наших глазах, и ровно с коллегами Романа, прям под той же самой деятельностью. Ну, он считал, у него была такая максима, что поскольку он постоянно выдает новые и новые расследования, они не осмелятся просто его арестовать, пока такие расследования идут. И считал для себя какой-то уровень безопасности, именно то, что он постоянно оградит новые расследования, и нету передачки. И считал вот это различным от других, которых принимали за то, что они публиковали год назад. Ну, конечно, это полное, это наивное понимание с его стороны. Но я хочу сказать, что то, что сейчас видим, все-таки это новый уровень. Еще в начале июня мы получили информацию от нескольких, можно их называть, выселбловеров внутри проворудительной органы. Я даже, кажется, на дожде это сказал. Да-да-да, мы с вами об этом разговаривали буквально неделю назад, мне кажется. Ну, да, или 10 дней назад. Я даже в Твиттере написал это еще в начале июня, когда получил эту информацию. Тогда я задал вопрос одному из этих выселбловеров, а это будет ли означать, возможно, аресты журналистов. Ну, он сказал, вот эта информация у меня не на руках, но то, что будет сделано все возможное, чтобы закрыть до последнего, каждого свободного СМИ, до выборов, это гарантировано. Так что, видим, вот превоглашение этого предсказания, к сожалению. Скажите, Христо, а что вы можете сказать о вот этом человеке, которого зовут Максимилиан Ван дер Верф, или Макс Ван дер Верф, если так его имя писать, то намного больше находится информация о нем просто через Google, по заявлению которого, судя по всему, было возбуждено уголовное дело о клевете, в рамках которого, судя по всему, этот обыск и проводится у Романа. Сначала хочу сказать, что то, по какому поводу проводится обыск, это почти нерелевантно, потому что на Романа есть достаточно причин, не повода, а по причинам, его ненавидят и ГРУ, и ФСБ, и Кремль, и Совет Безопасности, и так далее, и так далее. Вот очень удобно было найти такого западного, нерусского повода, да, и таким оказался, возможно, мы еще не знаем до конца, это ли было поводом, но оказался вот этот уголовный комплейнт, как называется, ну, жалоба со стороны Макса. Макс – это голландский журналист, себя называет гражданским журналистом, который обычно критикует мейнстрим новости и точку зрения мейнстримов, и когда-то, очень давно, возможно, у него была и правильная гражданская позиция, потому что реально там 15-20 лет назад он делал хорошее расследование, в котором уличал власти разных стран разные преступления, но последние несколько лет он работает плотно в проекте «Банан за медиа». «Банан за медиа» мы доказали на документах, что это проект ГРУ, и даже если он не был создан как проект ГРУ, то он стал проектом ГРУ довольно быстро после его создания. Мы добились документации, мейлов, которые показывали, что руководитель проекта Яна Эрлашова, она в плотном контакте с руководителями ГРУ, говорим о людях, которые на уровне второго ранга после шефа ГРУ, координируют то, что пишет «Банан за медиа», дают инструкции, что надо, что нельзя писать, и организуют им поездки, вот в команде «Банан за медиа», организуют им поездки, чтобы искать так называемых свидетелей альтернативных версий в Восточной Украине. Мы нашли паспорт, копия паспорта господина Макса Пандевреф именно в почте, в электронной почте, зам шефа ГРУ, господина Ильченко. Так что вот, это то, что документально мы смогли доказать, мы публиковали это расследование. Роман в Твиттере написал личное возмущение, то есть твит, который был личным возмущением, что вот, мало того, что мы знали, что этот человек помогает российской дезинформации, сейчас оказывается, что он работал на ГРУ. Именно за этот твит российский адвокат Сталина Гурчева, Гурчева, кажется, ну не помню ее фамилию, которая обслуживает многих людей, связанных с ГРУ. Она публично в своем Твиттере сказала, вот я сейчас... Сталина Гуревич, да. Гуревич, да, да, да. Я сейчас порекомендую Максу, чтобы он обратился к правоохранительным органам именно с жалобой. Кроме того, она сказала, что она будет защищать честь не только Макса, а и честь сотрудников ГРУ. Это было интересно в его выступлении. Так что вот, вот о чем, скорее всего, идет речь. Это просто повод. Понимаете, это твит, но это личное мнение, и это, если его сравнивать там по уровню своей, скажем, обвинительности, это там гомеопатический уровень по сравнению с тем, что каждый день производят РИА новости, РИА фан. Естественно, вы сами абсолютно справедливо сказали, что это лишь повод, который используется для того, чтобы человек, который неоднократно публикует неудобные для власти расследования так или иначе так или иначе спиран, наверное, припугнуть, а затем и наказать. Спасибо вам. Благодарим. Христа Грозев, журналист Беллинкет. Я здесь должен сделать эти чертовые оговорки в очередной раз в издании проекта признан нежелательным, а Михаил Рубин признан Минюстом, иностранным агентом. Так и Роман Баданин тогда уже. Роман Баданин мы тоже упоминали. Простите, я вспомнила всех буквально. Извините. Какая чушь, конечно, вся эта, все эти нормы и требования. Дождь Всем привет, это Тихон Зитко, главный редактор Дождя. Спасибо, что смотрите нас на Ютубе. Но Дождь это намного больше, чем наш Ютуб канал. У нас есть огромное количество контента под подпиской на нашем сайте. Открывайте для всех новости. Мы можем благодаря тому, что вы, наши зрители, оформляете подписку. Это дает нам возможность в прямом эфире, абсолютно бесплатно и для всех транслировать новости и рассказывать о главных событиях в России и за ее пределами. Так дайте нам эту возможность. Подпишитесь на Дождь tvrain.ru слэш подписка и мы в таком случае сможем и дальше рассказывать о происходящем во всем мире.